Ну что ж, мы возвращаемся, дорогие друзья. Это, конечно же, закрытые отборочные на эпицентр по дисциплине Counter-Strike Global Offensive. И у нас супер матч, я бы сказал, изюминка сегодняшнего игрового вечера, потому что мы наконец-то увидим вновь в деле команду Гатсон, которая сразится против героек. Для вас, конечно же, работает RUHUB, UHA, NKANIS. Будем знакомы, и я надеюсь, что будет очень интересный матч. Ну и вот буквально я только что прочитал флюши твит. Он написал, что подключайтесь. Подключайтесь, у нас действительно, он написал first real match official. То есть он считает, что это первая официальная игра. То, что было на Pro League две недели назад, судя по всему, не считается. Ну и после этого интервью как раз, после этой игры, в интервью HLTV.org, флюша сказал, что проигрыш квоты на ESL Pro League для нас не очень большая проблема. Мы все равно начинаем все с чистого листа. Поэтому мы не будем из этого делать трагедию. Ну и сейчас вот действительно первый официальный матч. И изюминка этого матча, конечно же, GodSend, понятно. Большинство игроков хотят посмотреть сейчас на обновленный состав GodSend'ов. И, конечно же, в действии Кримза, Джи, Ви и Флюши. Но им противостоит очень серьезный датский коллектив. Это команда Heroic. Ну, Героик, наверное. Героик. Герои. Мы будем назвать их просто герои, а не героические. Вот. Так эти парни... Это ножи, нет? Да, это ножи. Эти парни выиграли на выходных LAN. Мы уже сегодня об этом говорили. Они выиграли LAN, который проходил в Дании. Они обыграли в финале команду Dignitas, а по дороге еще и обыграли Astralis. То есть, в принципе-то, эта команда сейчас вполне себе может гордо носить название ТОП-1 Дании. И это довольно серьезный соперник для GodSend'ов. Да, пока что у них есть такая регалия. Ну, и здесь команда GodSend, скорее всего, проиграет ножевой раунд. И как раз-таки героическая пятерка, как мы их называем, она и будет выбирать, за какую сторону начинать на пике своих соперников. Я напоминаю, что как раз-таки у нас именно GodSend'ы выбрали DAS-2. А героики ответили, кстати, картой трейнам. Ну, в принципе, это не мудрено, потому что это их лучшая арена. Именно поезда. Я думаю, что они покажут свой максимум именно на ней. Хотя и на DAS-е тоже могут побороться. Посмотрим. Вообще героик, герои и очень интересный коллектив. Прежде всего, такими игроками, как Вальдемар, как Глейв. Это молодые датские дарования. Ну и начинается у нас пистолеточка в защите герои. Они держат 3 плюс 1 плюс 1. Один игрок находится в долине Б, один в мидле. Играет сейчас агрессивно на чек. Это Глейв. Получает хэдшот и может отойти. Может, может отойти, но продолжает дальше стреляться. Ну как же, это опасно. Кримс просто сейчас его подловит на стяжке. Но Глейв ставит хэдшот по Шнейдеру, который выходил в начале Зига. И вот так вот начинается этот раунд для датчан. Да, они самым лучшим образом проводят начало этого пистолета в раунду. Но Кримс очень агрессивно действует через двери. Пока что никого не находят. Там, кстати, вот героики даже не спешат на выход, потому что в любом случае у них есть численное преимущество. Нужно его реализовать в виде взятого раунда. Да, Кримс тем временем пытается все-таки зааимить Сити Респ. Там у нас Глейва просто подсадили. Замечает Кримс игрока, который находится у нас на Нуках. И тут же отходит вглубь Мидла. И все-таки это будет выход на Аплэнд. Во всяком случае, пока что стволы атаки именно в этом направлении смотрят. Ну чекнули Мидл, Готсанты и решили все-таки выходить на Зиг. Попытались понять, как держат их соперники. Информации особо не получили. Точно понимают, что есть игрок, так называемый, почему-то называют его Просвет. Не знаю, почему это Просвет. Ну вот картинка, проход на Аресп, на Аплэнд и спуск. Ну и Фриса, на самом деле, позиция для Успика убойная. Он должен здесь делать как минимум один хэдшот. Ну и, конечно же, дальше нужно жить и в большинстве тащить этот раунд. Стреляется Фрис. Снапи приходит на халпу, забирает Кримса. Проваливаются Готсанты. Но Флюша отвечает двумя хэдшотами. Нет, это один хэдшот, но это два килла важнейших для Готсанда. Врывается Глейв. Может поймать неплохой тайминг, играя довольно агрессивно. А ну-ну-ну, живет, живет, живет и Флюша. Флюша последует очень сильно по хп. Вальда делает минусы, Глейв все-таки находит Флюшу и GV один в два. Да, Джеспер, Вексель, 52 хэлспоинта. Все-таки обзавелся USPS. Выход на моде пока что без летального дамежа. Я не знаю, что Глейв очень красный. Один хп. И он, кстати, и оформляет у нас последнего игрока команды Готсант. И геройки все-таки забирают первый пистолетный раунд, с чем мы их, собственно, и поздравляем. Но вот ты знаешь, что Флюша должен был забирать Глейва. У него было 13 хэлспоинтов. Флюша на него выходил просто за испанским ящиком. Но куда-то они туда летели патроны от Робина Ронквиста. И, соответственно, датский коллектив себе оформил. Уже очень хороший старт в рамках этого Best of 3 противостояния. На, еще раз напомню, пике своих соперников. А как тебе Глейв, который сделал килл в медле, просел до 22 хп? Вернее, сначала он просел до 22 хп, потом сделал килл, отошел на А, сделал там килл, просел до 1 хп. В итоге сделал 3 килла. Ну, то есть просто. Парень этот раунд явно взял для героев. Ну и смотрите, что происходит от Готсентов. Просто 3 УМПшечки. Галил и Тег. Я такого не видел. Это форсбай. Если сейчас посмотреть на деньги героиков, посмотри, тоже, ну, героиков, не знаю, сложно их назвать героиками. Это не очень хорошее название. Героев, ладно, пускай будут герои. Тоже, посмотри, 4 УМПшки, даже на самом деле бай, вот, противов... Нету, нету, да, вот какого-то дисбаланса в этом бая. Тут абсолютно ровный бай у обеих коллективов. Ну и фриз, фриз пока что на зиге. Ловит хорошие тайминги вместе с Снайпи. Должен забирать как минимум двоих противников, только одного забирает. И тут же пропадает с радаров тиммейтов. Но Вальдемар работает на мид, забирает Шнайдера на перетяжке через зиг. Будет выход на точку, но бомба-то до сих пор находится у нас на нижней тэшке. И об этом, кстати, героики не знают. Глеев только сейчас внедряется у нас. Все-таки чекает эту позицию, флюш, его заспреивает, а второго не читает. Моди с парапетика делает минус, и ситуация перестает 2 на 2. И уже Вальдемара теряет на контровском респауне. Моди, шведское звено команды, героик должен все-таки тащить. У него бомба есть, также смог, который ему, в принципе, в этом подсобит. В целом этот раунд можно охарактеризовать так. Чья ОМП-шка лучше? Но мы видим, что Моди выкинул ОМП-шку и взял Галил. Галил, конечно, намного круче, чем ОМП-шка. Отличная флешка от Моди! Просто он был близок к тому, чтобы взять этот раунд. Но Кримс остается один с хп, он все-таки пережимает со своей ОМП-шки Моди. Но действительно, вот Моди классно сыграл в плане вот флешки. Он делал выпад, он понимал, что сейчас нужно рискнуть, и он полностью все правильно делал. Вопрос в том, что Годсанты также делали правильно, они выходили вдвоем, и этот расчет был, конечно же, на размен. Господи, как же начинается эта встреча. Уже очень напряженная у нас заруба на карте ДАС-2. Джей Викк, тем временем, уже готовит выход просто на точку Б. Вальдеман получает информацию о том, что это все-таки раш от противника. И тут же выходит, наказывает у нас Джаспера Векселя. Садашка отстрелит ему голову, Шнайдер тоже проседает. 34 хп у него остается, и захлебывается атака от команды Годсант. Уже непонятно, как выходить на это Б. Нужно перетягиваться, нужно действовать по инфе восьмого номера, а именно Пронокса, который у нас контролит длину. Туда, кстати, у нас выходил Снапи. Пока что там эта перестрелка между оппонентами ничем не заканчивается. И тут действительно нужно перетягиваться на мидл-атаке. Здесь нет абсолютно никаких опций для того, чтобы выйти на точку Б. Очень важно сейчас для Снапи жить, и этот смог продлевает ему жизнь. Он не будет сам дальше агриться. На самом деле здесь, опять же, в подобных ситуациях, чтобы реализовать свое большинство, обязательно нужно просто жить. И вот Глейв, подобрали девайс все-таки или не подобрали? Нет, там Годсанты не дали этого сделать игрокам команды Геройка. И они втроем сидят на Б, ждут, судя по всему, туда выхода. Годсанты, мы видим, стягиваются на парапет. Это хорошее решение. Тут надо выходить просто на стрельбу и перестреливать своих оппонентов. Но фриз со скаутом, с другой стороны, это очень опасно. Во-первых, фриз штатный снайпер, в принципе, команды Геройка. Да, нестабильный, но все равно, так или иначе, он может сделать килл и... Ну, он попадает, попадает, но этого мало. Ситуация 4 в 4. Просел Пронокс и Шнейдер по ХП. Для Героев очень сложное сейчас положение. Шнапи просто без позиции разрывают на длине. И сейчас будет выход в смог от двух оставшихся, трех оставшихся игроков команды Годсон. Правда, один остался на РСПе, почему-то решил это моде. Сейчас будет буст, Вальдемар действует, минус Вальдемар. Вальдемар, да, нагоняй, получил. Тут же инфа есть по Глейву, потому что он подсаживал, но все-таки Кримзо забирает вместе с Моди. Неплохо действует звено защиты, но бомба-то тикает. И здесь уже с каждой секундой нет шанса на то, чтобы взять раунд. Но хотя бы вот на выбивание каких-то девайсов могут работать. Моди также попадает вроде как по противнику. Пронокс 30 ХП, 34 у Шнайдера. Но все-таки вот Андерас решил отойти на точку Б и сейвить свой скаут. Это все-таки второй раунд подряд команды Годсенд. И они действительно сейчас переламывают экономику своих соперников. Ну и сейчас с Херойком будет очень сложно, потому что в любом случае смотрим на деньги. Не все хорошо в этом параметре. Только один скаут, четыре пистолета. Ну и на Дасте, конечно же, такие раунды очень тяжело тащить. Ну, прошлый раунд был форст бай, поэтому там было два скаута, три пистолета. Поэтому, собственно, сейчас мы увидим еще одно эко с засейвленным, правда, скаутом от Моди. Ну и вот он Моди как раз-таки в попытке сделать килл на РСП. Очень быстрое занятие от Годсенд. Погибает снаппит. Здесь больше никого нет. Он делал это в соло. Ну и Годсенды, конечно, благодаря контролю длины могут дальше строить свою атаку спокойно на точку А. А учитывая то, что пистолеты у датчан, то есть они понимают, что, опять же, никакого преимущества нету, естественно. Это только позиция. Это то, что касается защиты на пусте. И вот увидели скаут и сразу же начинают пушить шведы. О, Моди, какой красивый хайдшот. Зарядил просто флюшин, а там был только пистолет. И тут же ответ от Джейви вместе с Шнайдером. Фриз и Моди падают. Кримс также крысит у нас мидл. И Глейв выходит с нижней тэшки и тут же получает по спине. То же самое, в принципе, пытался сообразить Вальдемар против Шнайдера. Но вот этот Успик не работает абсолютно против АК-47. И Годсенды забирают третью очко подряд. Но сейчас будет бай и не в пользу команда Хероик. Смотрит то, что у них действительно не хватает денег на АВП. И вынужден тут Фриз действовать с Эмкой. Ну, есть кое-какое количество раскидок, но нет диффуза у него одного защитника. И здесь уже быстрый у нас выход от Шнайдера. Просто под флешку на мидл. Там в снайпе пропускает просто в яму в Моди. Отрабатывает Пронокса. И у Шнайдера нет сейчас позиции. Его просто нужно пушить вдвоем. И это действительно так и будет Шнайдер. Хоть кого-то пытается заиметь, не получается. Также выход от Флюши через банку. Понимает Робин, что нужно отходить. Нет, все-таки под флешку будет байковать. Господи, посмотрите на этот парня. И просто в лицо ему этот смог прилетает. И он под него пытается выйти. Но там хорошие выпады под флешку. И пока что Флюша вне позиции оказывается. Но все-таки Фриса забирает прежде, чем пасть от руки Моди. Но размен уж слишком не в пользу команды Гатсент. Но вот Кримс внедряется уже на Аплэнт. Ну, Кримс прочитал правильную ситуацию. Он пошел на Зиг. И Флюша все это время, понимая, что есть человек в яме, пытался разменять. Но мы видим, что Вальдо приходит. Он не жнает просто-напросто Кримс. И Кримс понимает, что есть человек так же на длине. Он делает 2 кила на точке А. Ситуация 2 в 2. И можно брать Гатсентом. Это бомба. Устанавливается без позиций. В принципе, это Глейв и Моди. Они разделены. Это главная для них проблема. Один заходит через длину. Сейчас может быть хороший тайминг для Моди. Моди должен забирать живи в спину. Да выйдешь уже с длины. Быстрее прочекай. Но он боится АВП. Да, он не выходит. И поэтому Моди проседает в тайминге. Второй игрок заходит с Зига. И вроде как для Гатсентов здесь все складывается в плюс. И нет диффузов у Датчан. Сейчас JV работает. Один на один ситуация. Швед против Шведа. Но и там АВП, который просто контролит выход от Моди. Диффузов нет. И Моди выпад. 76 хп остается у JV. И он просто сбривает противника с АВП. Но вот если проанализировать. Очень интересный раунд предыдущий был. Как так? Три игрока у вас играют на длине в защите. Почему никто не смотрит мидл Зиг? То есть Кринс проходит по Зигу. Ты видишь, вышли игроки Гатсенты на размене. Пытались все время на длине навязать борьбу. Потеряли двоих и флюша. Ооо, какой хатшот от JV. Жестко, жестко. И Кринс уже выходит на длину. Делает еще один килл минус фриз. Ему помогает Шнейдер. И отличное открытие в этом раунде. На длине как минимум от Готсон. Конечно же пытается Снайпи сразу же взять БК за рога. За рога, конечно же, сделать килл. Но ничего у него не уходит. Глэйв остается один. Так вот. И там очень сильно, понимаешь, как-то повелись на этот расклад датчане. Они вот практически всем стаком туда сместились. И вот Кринс, который прочувствовал хорошо тайминг, прошел по Зигу. И мы видели, что когда выходил Вальва на спуск, он просто не ожидал увидеть Чела на планте. То есть они полностью, полностью этот момент прошляпили. Но динамика в том раунде в девайсном была очень крутая. И на самом-то деле Готсон там, можно сказать, повезло. И повезло. Но, опять же, знаешь, вот везет сильнейшим. И Кринфлюша, ну и Глэйв. Это Эмка. И эта Эмка может перевернуть раунд. Фризу будет это сделать крайне сложно. И там уже в спину заходит Шнейдер. И сейчас он просто убьет Фриза, который его просто не ожидает. Действительно, не читался здесь Шнейдер для Глэйва. Ну и Глэйв уже погибает от Дживи. Счет 8-1. И все плохо для Датчан. Сейчас, скорее всего, мы увидим очередное эко. Ну и пока вот атака от Готсонтов смотрится просто шикарно. Да, пока что все действительно получается. Но, может быть, не такие сильные у нас Готсонты, как не получается действительно отыгрывать Датчанам в защите. И это довольно-таки резонный вопрос. Вальдемар уже проседает до 36 хп. Действительно, он не находит своей игры на этом ДАС-2. И Кримс тоже, кстати, получает у нас по голове с 5-7 от Глэйва. 20 хп остается у доктора Фредди. Ну и пока вот без летального дэмэджа. Хотя вот Флюша тоже немножко просел. И сейчас, в принципе, растягивает своих оппонентов ребята из команды Гатсонт. Все по всем фронтам пытаются напрягать. И пока что это больше получается у Пронокса, который находит голову Фриса. И сбривает его на рампе. И вот этот пуш от Модзи и Снайпи не работает абсолютно на данный длине. Они сплетятся. Пуш от Вальда тоже находит свою смерть. Этот парень Глэйв только сейчас разменивается. Пока что размен полностью импонирует команде из Швеции. И они готовы забирать 9-й раунд. Да, но тут я даже не знаю пока. Может быть, стоит подумать о паузе и как-то перестроиться. Но пока все не очень хорошо, конечно же, складывается для героев. Ну, вроде как и делают все правильно. Пытаются контрить длину. И вроде как и мидл чекают. Но слишком хороши. Готцент и Иджи Ви вот, наверное, что-то тренировался. Потому что действительно сегодня он с АВП просто попадает. То есть видно, что попадает. И видно, что явно тренировался не с дробовичком, как это обычно происходило. Согласись, вот. Ну, очень сложно из-под такого катка выходить. Вот сейчас просто героики находятся просто под бульдозером, который их раскатывает в асфальт. И, возможно, в такие моменты как раз-таки стоит брать паузы, когда у вас, ну, противник с АВП просто играет со счетом 16-3. Только сейчас он первый раз не прострелит абсолютно никого в мидле. У нас подграет немного Кримс. 27 хп снимает Мотов. Тут же отходит Фредди на более сейвовой дистанции. Это абсолютно дефолтный раунд от команды Гатцент по сбору информации под бэвнос. Нет, не дефолтный. Четыре человека на бэвнос. Все-таки подошли, да. Я думал, что все-таки будет контроль у нас мидлой под АВП. Вальдемар там ловит этот хэдшот просто на бочках. Ну, дальше плей в кровавой жетва здесь отменяется. Только одного забирает Флюша. Погибает, но размен от Капитана. И уже 4 на 3 бомба будет установлена. И вне позиции у нас, казалось бы, находился Моди, но Кримс его вот не смог перестелять в этом моменте. И 3 на 3, в принципе, можно выбивать. Есть дефолтный, есть соски. Но очень сложно. Очень сложный будет ретейк. Посмотрите, что они делают. Они делают буст. С другой стороны, и Джи Ви попадает. Фриса, но отличная хаешечка от него. Джи Ви, по-моему, переиграл. Пронах врывается под флешку, делает килл. Сейчас еще кто-то у нас может сгореть. А именно Фрис у КТВ 13 хп. И он только через окно может внедриться на Б-плэн. Там Пронах сработает вместе с Шнайдером. И два безответных минуса залетает. А это значит то, что 10-е очко на табло команды Гоцент. Ну и пока вот героики действительно не могут найти свои игры. Почему не устанавливается эта тактическая пауза, чтобы обсудить, что же все-таки не получается. Не получается абсолютно ничего. Они пытались там укрепить Б, втроем играли. То есть на пятерке Вальдемар снова получает прострел от Джи Ви. 35 хп в начале раунда. Ну это тильт просто какой-то. Это не тильт, это просто эко на самом деле. И пропрыгивал, прострелил. Ну Джи Ви мы видим просто, мы уже не раз говорили сегодня, что попадает. Просто попадает человек Джи Ви Год. Я не знаю, как там в общем-то это все происходит. Ну ты знаешь, что тоже пауза, да? Ну взять здесь паузу. Ты играешь в защите, ты играешь не в атаке. И то есть, ну понятно, что ты по ходу игры просто меняешь там формацию. Свои расположения на карте. Ну тут, ну неоднозначная ситуация. Это пик соперника. Может быть знаешь, они думают, ладно, ребят, ну пускай, пускай себе резвятся. Сейчас будет трейн, мы их накажем. Да и плюс еще в этой игре в принципе не все-то закончено. На самом-то деле, если героики сейчас соберутся, возьмут два раунда. Ну это конечно в идеале уже в такой ситуации. Два раунда это будет очень хорошо. То потом могут потащить за атаку, взять пистолет и показывать какую-то крутую тактику. Все это может быть. Собственно, благодаря этому мы любим Counter-Strike. Джи Ви вычисляет на точке бэк. Ну там пытался проявить агрессию Глейв. Но все-таки прилетел смок и Джи Ви вынужден, конечно же, отсюда сейчас отходить. Кримс тут у нас работает в медле. Пронакс перед коробкой. Расположение у Готсента в принципе пока сейчас такое, что они контрят мидл. И по идее должны понимать, что происходит. Далее они Зиг полностью его не смотрят. Фриз находится с АВП на этой позиции. Также Моди с другой стороны на длине в коробке. Ну и два игрока на Б. Подсадка под смок просто от Кримса и Джи Ви. Они как будто вот знают, где стоит все-таки Фриз, который под флешку, конечно же, будет уходить. И кстати вот наконец-то у этого парня появилось АВП. И эта подсадка тоже читается. Кримс проседает до 10 хп. Тут же откидывается у нас ХАЕшка под ноги Снаппи на 9 хп. И Фриз умирает. Господи, с одной там просто залетает от красного Кримса, который выходил первый на Моди. Тут же на размене играет через длину. И 4 на 4 ситуация. Можно рулить, можно тащить. Но там Джей Вондерл Чайлд. Но все-таки слепущий Моди. Еще его забирает Флюша. Отвечает Месси Шнайдером. Вальдемар и Глэйв валятся мертвыми телами. Но дальше нужно, конечно же, выходить и ставить эту бомбу. 34 секунды до конца раунда. Снаппи действует с ОВП. И тут же получает 3-х очковых гранатов от Флюши. 2 на 1 ситуация. Швед должен тащить Моди. Сверхопытный игрок. Флюшу должен был забирать, который прыгал. Выпрыгивает просто, ты понимаешь? Но тот просто в прыжке. Вот 9 хп у него остается. И он убирает Моди, у которого было больше половины хелс-поинтов. Господи, это просто тотальная доминация от команды посланников божьих. И пока что действительно это даст, ну не идет. Датчанам Вальдемар 3.13. Снаппи то же самое. Фриз не может включиться. У него, конечно же, не часто появляется АВП и просто 4 снайперских девайса у команды Гатцент. И один, кстати, от них отлетает. Это Флюша, который попытался выйти из банки, но получил отворот от Фриса. Где-то я уже такие видел расклады от шведов. Когда вот они сильно разносят своих оппонентов, начинается 5 АВП могут взять. Но вполне возможно будут за это наказаны. Минус Флюша, попытка выхода. Правда уже у нас 3 калаша. Все-таки Гатцент и остепенились. Будут тащить в меньшинстве, отмораживаются, будут выход просто на морозе через смок. Мне это нравится. И 2 игрока уже на Б. Вальде, судя по всему, чекает. Да, пошел выход. Спиной стоит Вальде Глейф и делает за него все-таки работу. Принимает основной выход через Т-шечку. Ну и, судя по всему, проиграет все-таки Гатцент этот раунд. Да, так и есть. Были наказаны за те самые большое количество АВП. Вначале раунд было 4, потом один поменял. Флюша попытался выйти с банки, но там был фриз на хорошем тайминге. Ну и Кримс, конечно же, борется. Но здесь задача по максимуму выбить девайсов из рук команды Героик. И он не перезарядил АК, посмотри на него. Он бежит. Почему бы и нет? С одним патроном можно дальше действовать. Нет, он дальше с одним патроном. Господи, посмотрите на этого парня. Я 100% уверен, что он знает, что у него один патрон. Да, специально. Ну это просто вот, да, он все-таки перезарядка пошла. Вот Фредди, выход, попытка. Но опять же-таки за бочками Глэйв хорошая ситуация для того, чтобы закончить этот раунд. И он ею воспользовался, но счет неубедителен для команды Героик. 2-12, все очень плохо. Ну здесь хотя бы нужно набраться какой-то уверенности. Если не на эту карту, то на следующую сторону надо забрать этот раунд и потом попытаться взять пистолетный. Недавно у нас тоже была на пролиге крутая игра. Нави играли против G2 на дасте. Ой, как Шнейдер с АВП реализовывает свой рест на длине. Уже пошел выход на Б. Глэйв, Глэйв, первый игрок, который будет принимать точку Б. Но это Вальда все-таки опередил Глэйва и забирает флюшу. Ситуация 4 в 4. Вальда, какой врыв, какой красавчик. И Глэйв в это время делает минус, кримсы. Ситуация 2 в 4. Глэйв очень мало ХП. Но, но, ствол, живой ствол, это всегда, конечно же, плюс. JV и Шнейдер с двумя АВИками будут пытаться взять этот раунд. Ну и вот они, 3 раунда уже в той самой плохой ситуации для Годсентов. Вернее, для героиков. Три раунда, которые могут помочь совершить какое-то чудо, возможно, за атаку. Так вот, я как раз вспомнил матч G2 против Na'Vi. И там Na'Vi, начиная за дефенс, проиграли 4-11. То есть, в принципе, счет близкий к тому, что было 3-12. И Na'Vi потом выиграли. Посмотрите на это. Просто трехочково летит под Глэйву. Ну как так, JV? Просветил, просветил. И выход через длину, вернее, через верхнюю тэшку. Через длинный тоннель. Но Вальдемар там, конечно же, должен сейвить точку B. Моди, тем временем заходит в спину, забирает Шнайдера. Ну, я не знаю, JV даже с такой JV может потопить этот раунд. Я, если честно, сомневаюсь, что вот героики смогут. Посмотрим под сэшку. Опять же-таки под смог выходит на мидл. Чекается абсолютно все позиции. Ну и на АК переходит у нас Джеспер в экс. Моди замечает, тут же отрабатывает. Нужно идти на зик. Он понимает, что на точке альникова. То есть ситуация 3 в 1. Ты сомневаешься в героиках, ты сказал, да? Неплохо. А с таким JV очень сложно справиться. Посмотри, Шнайдер. Промах от этого парня. Тут же на Усп. И зачем это? И вот этот спиной разворот. Это уже все. 5 хп остается у Джеспера. И уже в спину заходит Вальдемар. Наконец-то это заканчивается. Господи, боже мой. Видишь, только он начал тащить и сразу же развернулся спиной. Закинул сразу же якорь. Ну слишком, да. Слишком я уж тут дал кредит Джесперу. Он все-таки в 1-3 не смог. Хотя вот если бы он убивал противника на контросском респауне, то в принципе последний игрок команды героик. Он читался в заходе через зик. И там могло бы произойти все что угодно на самом деле. Но все-таки 3-12. И если героики хотя бы вторую пистолетку потащат, то может быть подарят нам интересное окончание. Этой первой карте в рамках Best of 3 противостояния. И смотрим дальше. Кримс очень агрессивно действует у нас через мидл. Замечает противника на террорском респауне. А у нас там готовится выход на длину. Джей Вондерил Чайл. А Пронокс-то с диффузами. Вот он, вот он уровень. Джей Ви, какой хэдшот. Да ладно, минус Вальде. Проблемы, проблемы у героиков. Они проходят через длину. И тут просто сейчас суслов по идее должны их разбомбить. Но Пронокс просил сильно по хп. Откидывает хорошую хаешечку. Далеко. Далеко, да, противник. Ой. Не проблема. Не проблема. Приз Флюша. Тут Флюша очень хорошо играет на хлп. Уже делает два минуса. Ну и Снапи один с глаком против всех. Да. Мне кажется, против Фнатик вот раунд выходить на длину не самое хорошее решение, если честно. Против шведской стрельбы действительно очень сложно осуществить этот выход. Снапи понимать, что ему уже идет. Борода, как ты любишь говорить. Это смерть от рук Шнайдера, который заходил через банку. Это 3-13. Это 10 раундов преимущество шведского коллектива. И пока что все очень просто, кажется, для команды посланников божьих. Ну да, после пистолетного раунда уже, конечно, можно говорить, что это Габелла. Ну или сейчас героики возьмут просто в ответ форсбай. У Фриса Скаут, Три Тека и Дигл у Модди. Парни пока, ну, агрессивно не играют. Это главное. Вот они не выходят на длину. Там как раз укрепление у Готсентов. Два игрока там. И очень хорошо уже поджал Пронакс яму. И вот он фраг от Фриса, который стоит на РСПе, делает минус Пронакс. И, скорее всего, сейчас второй волной пойдет Джей Ви. А Фрис-то по-хорошему может даже и не ожидать. Здесь Джей Ви и может погибнуть. Вот Фрис, кстати, зря сейчас идет один. А, он не забрать девайс, нет? Ой, как же топит Джей Ви. Просто весь магазин вытопил, не забрал противника. Еще и прострел получил. И просто Фрис морозится, уходит от противника. И как же так? И он еще раз прощает, что Джей Вон Дерчайлда, что, в принципе, сам уходит из-под шквала пуль. Тем временем Петушок от Флюши заходит на точку А. Шнаппи погибает. Флюша! Еще и Глейва чекает, как он вообще узнал о том, что находится противник на парапетике. Но Фрис борется до последнего. Он забирает Джей Ви при попытке выхода на Азик, но там отрабатывает его Кримс. И пока что размет в пользу защиты, но бомба поставлена. Ну вот, кстати, Вальде зря отошел на плент. Лучше бы был там где-то в упоре. Может быть, было бы больше толку. Тем более тег такой, как и спектр, не нравится на большие дистанции. Был бы получше. И ретейк от Готсентов. Бомба была поставлена, но это был форсбай. То есть у датчан сейчас там денег все равно не будет. И они могут сделать ровно то же самое, что сделали в этом раунде. Опять же, мы, возможно, увидим очередной форсбай. По 3 тысячи, 2 900, 2 700. Да, это форсбай. И уже понимаю датчане, что либо сейчас, либо уже никогда. Ну и, соответственно, все это будет переходить на вторую карту. А вторая карта у нас карта Трейн. Это пик датчан. И вот, конечно, после... О-о-о-о, как неплохо фриз тут просто. Фриз, да. Ну, Шнайдер. Вновь начинает раунд в пользу своей команде. Забирает противника. Но дальше что нужно делать? Действительно нужно вот сейчас раскатывать эту оборону, которая может быть очень сильно распличена. Потому что, опять же, такие J-Wonder сейчас просто подбегает на зиг, пушить эту позицию. Тем временем порно забирает снапи. Это все дело у нас происходило, если я не ошибаюсь, на длине. Именно за эту точку отвечает капитан команды из Швеции. Ну и Флюша отвечает как раз-таки за мидл, где и находится большинство из команды. Герой Готценты могут забирать этот раунд. Если Флюша, опять же-таки, действовать будет на 100%. Флешка. Выход от Геройка в моде. Не замечает противника. Тут же отход на зайчик от Флюши. И мне кажется, это будет зажим B-планта. Потому что имеется третья позиция. А именно Вальдемар, который будет выходить через верхнюю тэшку. Флюша тут же перетягивается на точку B. Кримс работает за иксом. Очень красный клейв. Погибает бомба на панте. Не оказывается. Кримс тем временем также оформляет даблкил и Пронакс. Не дает выйти на размен Фрису, который весь этот раунд провел со скаутом, с которого он как раз-таки сделал опен-фраг. А что дальше? Дальше ничего. Дальше только Готценты и хорошая стрельба в перемешку с крутыми позициями. Ну и это маппойнт. Дальше выход на B. И отличная приемка от... Это Флюша был, да, по-моему? Флюша и Кримс. Они как раз-таки держали мидл и B. Ну и Фрис. Ну что, Фрис будет еще один энтрекилл. Уже есть энтрекилл у Готцента. Флюша забирает снэппи на длине. Перестреливается Фрис. Ну, тут мы видим уже в таком аркадном стиле. Проходит завершение этого матча, этой карты. Готценты уже перестреливаются. Просто она просто на всех фронтах своими оппонентами. Фрис забирает GV. Модит беглом пока. Все еще без фрага. Ну и четыре игрока уже, мы видим, на Респе загоняют Фриса. И вот такая вот доминация от Готцентов. Это 16-3, дорогие друзья. Первая карта квалификации. Ну, это уже, конечно, вторая игра. Я имею в виду, что первая карта противостояния датчан-героик против Готцентов. И это было жестоко, на самом деле. И мы настолько долго ждали этот матч. И думали, что будет зарубан. Но мы, конечно же, надеемся, что она как раз-таки придет нам на вторую карту. И, может быть, на третью. Подожди, так, если не ошибаюсь, пистолеты взяли датчане. И сыграли. Первые. Да, первые пистолеты отдали форс. И 11-1. И там два раунда залетело. Ну, к сожалению. В конце залетело два раунда. Но будем надеяться на то, что трейн все-таки будет намного жестче, намного интересней. И вполне возможно, ну, по крайней мере, мне очень хотелось бы увидеть третью карту.